Итак, у нас сегодня вебинар посвящен партнерской программе. Еще раз хочу сказать, что основное отличие взаимодействия партнеров с компанией Skyway Capital, с группой компании Skyway от фактически всех программ партнерских, которые существуют в мире интернета и в обычной жизни, то, что практически все компании MLM бизнеса предлагают своим клиентам, партнерам следующая возможность – стать потребителями их товаров или услуг. И если они будут являться лояльными потребителями, будут периодически потреблять эту продукцию либо услуги в своей жизни и рекомендовать это делать своему окружению, поставить это на профессиональную основу, научиться делать целый ряд простых вещей, зарабатывать деньги по их маркетинг-плану, то им, возможно, в будущем будет предоставлен шанс стать совладельцем этой компании. Как правило, почти все компании сетевого бизнеса, MLM бизнеса, приходящие на рынок любой страны, имеют линейку продукции, имеют линейку услуг, имеют устоявшееся количество акционеров данной компании. Там бывает иногда один, бывает там несколько, бывают члены правления компании и так далее. Но, как правило, это люди с деньгами, которые просто-напросто вложились в организацию данной компании, определились с направлением деятельности и развивают эту компанию на всем мировом пространстве. Так вот, в те компании, когда вы приходите, ничего плохого в них нет, в них очень много хороших товаров и услуг, но там вы становитесь, как я сказал, потребителем, и единицы этих компаний, если вы создадите многомиллионный товарооборот и многотысячную армию потребителей данных товаров и услуг, создадите сеть, которая будет там несколько десятков тысяч человек, соответственно, вы можете заработать денег, это однозначно, и вам, возможно, предложат стать совладельцами компании. Но, как правило, на крупных мировых биржевых площадках на сегодняшний день там несколько десятков компаний, которые относятся к миру сетевого бизнеса, и единицы из них предлагают своим наиболее успешным партнерам стать совладельцами компании. У нас все происходит наоборот. Вы сначала становитесь, пока еще есть такая возможность, мы находимся, вы знаете, на восьмом этапе развития группы компаний Skyway, всего их 15. Высока вероятность, что мы скоро перейдем уже на девятый этап, потому что у нас привлекаются инвестиции каждый день, выполняются те необходимые работы, которые соответствуют восьмого этапу, и скоро наверняка они все будут выполнены, и мы будем переходить на девятый этап. Плюс большое количество мероприятий конца года предыдущего дало возможность познакомить огромное количество людей на территории земного шара, относящихся просто к зевакам, к обычным людям, вплоть до администрации целого ряда городов, стран, чиновников, людей, которые имеют прямое отношение к миру транспорта, с нашей технологией, и огромное количество людей заинтересовалось тем, что происходит в нашем проекте. И переговоры практически ведутся каждый день, каждый день идет информация о нашей технологии, специалисты, которые работают в направлении, скажем так, создания адресных проектов, каждый день трудятся, не покладая рук. И все ближе и ближе тот день, когда мы начнем демонстрируют данную технологию уже во всех сегментах транспортного рынка. Соответственно, все ближе тот день, когда мы выйдем уже и на мировой рынок транспорта с сертифицированными транспортными средствами, с сертифицированной транспортной системой, начнем строить эти дороги в разных уголках земного шара, они начнут приносить прибыль. Соответственно, все те, кто сегодня становится владельцами какого-либо пакета долей компании, в итоге будут получать прибыль. Это одна возможность замечательной нашей компании. То есть вы просто приходите, выбираете себе пакет, который считаете нужным для себя. Вы можете периодически эти пакеты докупать. Если вас не интересует тема партнерской программы, например, вы не планируете развивать сеть, брать на себя какую-то дополнительную ответственность, обучать людей, которые могут следовать за вами, как делать простые шаги и так далее. Кстати, лучшее, что вы можете сделать, если вы планируете зарабатывать большие деньги по партнерской программе, это обучать всех тех, кого вы привлекаете в наш проект, всему тому, что вы умеете сами. И желательно, чтобы те действия, которые делаете вы, чтобы они были простые и люди могли вас повторить. Возможно, что мы как бы долго к этому шли, но возможно в ближайшее время у нас появится, скажем так, единая форма донесения информации на разных языках и так далее. Мы в этом направлении тоже работаем. И в ближайшее время до вас тоже эту информацию доведем. Мало того, есть простые шаги, которые нужно выполнять в мире MLM бизнеса и, в принципе, в нашем бизнесе в том числе. И высока вероятность, что люди, которые взяли на себя, скажем так, ответственность по работе со своей структурой, сейчас откатают информацию, ее проверят, если она будет удовлетворять мнению, скажем так, руководящего состава нашей компании, то у нас, возможно, появятся скоро в линейке наших вебинаров вебинары по простым шагам, скажем так, по азам этого бизнеса, что нужно делать, как нужно доносить информацию, какие простые ролики там, либо что-то нужно дать партнерам, чтобы они поняли, о чем идет речь. Еще хочу сказать одну вещь. Если мы говорим о партнерской программе, смотрите, многие люди, приходя к нам, имеют высшее образование, пусть, скажем так, не в направлении транспорта, не в направлении финансов и чего-то еще, но у них бывают даже два образования, три. Вот они получают информацию и, скажем так, ее немножко приукрашают и начинают ее нести дальше. За ними приходят такие же умные, как они, добавляют чего-то своего и несут дальше. Соответственно, в третьем-пятом поколении, скажем так, их структур, от той информации, которая давалась первоначально от специалистов, от компаний, в новостях компании, мало что остается. Так вот, для того, чтобы это было, чтобы это было достоверно и просто, будут созданы целый ряд инструментов, которые вам помогут в этом. То есть, чтобы у нас люди, решившие развивать сетевые структуры, двигались в одном направлении, чтобы мы работали в одном информационном поле и так далее, и так далее. И это очень важно. Одна из проблем, почему на территории СНГ сильно хромает MLM бизнес, в отличие от большинства стран развитых, где он успешно продвигается. Началось сейчас с США, вы знаете, и так далее. То, что процентов 70 людей, приходящих в MLM бизнес на территории пространства мирового, за исключением СНГ, это люди, которые высшего образования практически не имеют. То есть, они делают то, что им рекомендуют успешные дистрибьюторы, успешные партнеры этих компаний. Говорят, делай вот такие простые шаги, и у тебя будет получаться. Они ничего не совершенствуют, они ничего не добавляют. Они не добавляют вишенку на торт, либо, скажем так, они не выхолачивают информацию, которую важно донести, и они ее несут и зарабатывают деньги. В большинстве стран СНГ в MLM бизнес приходят люди не с одним высшим образованием. С двумя, с тремя и так далее, и так далее. И они просто не верят в то, что деньги можно зарабатывать просто. Я не хочу сказать легко. Любое действие требует усилий. Но путем простой методики, путем простой информации, путем простых шагов. Хотя мы, если посмотрим во все эти достижения, которые на сегодняшний день достигло человечество и так далее, огромное количество открытий были очень просты. Как говорит Юницкий, кстати, он говорит, я особо-то ничего такого не выдумал. Да, есть какие-то ноу-хау, которые он внес. Я взял то, что было известно людям в разных местах, объединил это все в одну технологию. И получилась технология струнного транспорта. Потому что те же вантовые мосты и так далее, люди строят уже более ста лет. То есть натяжение, скажем так, канатов, которые удерживают мосты и так далее, и так далее, тросов. Итак, коллеги, то есть бизнес, которым можно заработать деньги сегодня, не дожидаясь, пока наша компания выйдет на рынок финансов, на биржевые площадки, где вы становитесь уже совладельцами действующих акций, которые у нас будут, к чему мы, в принципе, стремимся и идем. У вас есть возможность делать простые шаги и зарабатывать деньги по партнерской программе уже сегодня. Но очень важный момент – это ваше отношение к тому, что вы делаете. Если вы видите здесь, скажем так, легкий способ обобрать какое-то количество людей на деньги и заработать, скажем так, себе какие-то проценты, это одно отношение, это одна методика ведения бизнеса и работы, это то, что вас все равно приведет в тупик. Потому что когда-то вы уперетесь в стену, потому что нельзя людей все время козлить. Лучше делать все просто, правильно, никого не обирать, а подходить к этому бизнесу с мыслью о том, что вы несете людям возможность, которая может их жизнь улучшить. И вы идете к ним с помощью, по большому счету. Вы им несете способ либо инструмент, который может решить их вопросы, которые у них сегодня есть. Поэтому иногда люди задают вопрос, а как начать, о чем рассказывать и так далее. Надо ли подробно рассказывать о технологии, надо ли подробно рассказывать о том, что существует мир инвестиций и рассказывать там правила начинающего инвестора от самого начала, что ложи яйца в разную корзину, что, скажем так, есть рынок недвижимости, есть рынок фондовый, есть рынок валютный и так далее, и потом подходить к инвестициям в наш проект. Лучшее, что вы можете сделать, это не пытаться из человека, который вчера об инвестициях ничего не знал, сделать инвестора за один день. Не пытаться из человека, который ничего не понимает, как передвигается транспорт, сделать его инженером-транспортником, закидав его роликами и формулами, скажем так, из сопромата, почему наш транспорт будет передвигаться со скоростью до 500 км в час. А просто в своем окружении, которое, скажем так, насчитывает несколько десятков и сотен человек, общаясь с людьми, знать, что важно на сегодняшний день этому человеку в жизни. Если вы хотите ему помочь, если вы хотите, чтобы он стал вашим партнером и так далее, вам нужно ему предлагать решение тех вопросов, которые у него сегодня наиболее острые. Все это делается в нормальном беседе. Не нужно выглядеть прокурором, не нужно выглядеть следователем, который сидит и пытает. Ну, расскажи мне, какие у тебя проблемы в жизни есть и так далее. Вы общаетесь с людьми, вы кому-то звоните чаще, кому-то реже, кого-то видели очень давно. Если вы вдруг решили развивать наш бизнес и встретили человека, которого видели очень давно, он живет в вашем городе, у вас есть возможность им встретиться еще раз, вам не нужно при первой встрече ему рассказывать о том, что у вас есть отличная возможность разбогатеть. А хочет ли он разбогатеть? Вы не знаете. А хочет ли он ездить на более быстром транспорте, более дешевом? Вы тоже не знаете. Может, он все время ходит пешком. Но у него в жизни наверняка есть вопросы, которые нужно решать. И вы с этим человеком просто можете поговорить о том, что вы давно его не видели, как дела, чем он занимается сейчас, вот там год не общались, как семья, там дети и так далее, и так далее. Вот. И просто расстаться с ним на хорошую ноте. Договориться о том, что давай в ближайшее время созвонимся. Слушай, поговорили так классно. Может, посидим где-то. И потом вы можете ему перезвонить и сказать, слушай, мы с тобой говорили, вот я сейчас долго думал над тем, что ты сказал. Ты сказал, что у тебя такие-то есть проблемы. Наверное, я знаю, как помочь тебе их решить. И опять же, не нужно рассказывать ни о технологии, ни о инженере Юницком, ни о том, что он может стать миллионером и инвестором. Просто сказать, ты знаешь, есть такая возможность, я буквально в ней сейчас разбираюсь, если вы начинающий, либо я в ней разобрался, но для того, чтобы тебе понять, что это такое, давай с тобой встретимся в интернете, созвонимся в скайпе в такое-то время и так далее. И вы человека можете пригласить на онлайн мероприятие. Это презентация. Вы его можете пригласить на живую встречу со своим партнером, если вы живете в одном городе и у вас есть вышестоящий партнер. Либо вы человека можете пригласить на живое мероприятие в вашем городе, которое может проходить раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. У нас большое уже количество городов и стран, где проходят живые презентации. То есть, по сути дела, человеку не надо сразу предлагать стальные колеса по стальным рельсам. То, что эстакада поднята на несколько десятков сантиметров либо на несколько сотен метров над землей, то, что мы можем взбираться чуть ли не по вертикальным рельсам, то есть перемещать грузы и так далее, он может это не оценить, потому что ему это пока не близко. Но пригласив его на презентацию, на которой он может услышать информацию о том, что оказывается, есть технология, которая может улучшить жизнь людей в целом, оказывается, эта технология может, скажем так, повлиять на целый ряд процессов в жизни людей, и оказывается, в этом проекте, который технологии продвигают, можно еще, скажем так, иметь возможность заработать денег. И эти деньги направить на решение тех вопросов, которые есть. Более 90% проблем жизни людей, к сожалению, касаются темы денег. Есть вещи, которые, скажем так, не меряются деньгами. Это даже не вещи, это, скажем так, духовные понятия, либо, я не знаю, моральные и так далее. Ну, например, дружба и любовь. Можно любовь продать за деньги, но это физическая любовь. И дружбу, к сожалению, можно продать. Купить нет, а продать можно. Вот. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это предложить людям возможность решения их проблем. Наш маркетинг-план, он действительно имеет целый ряд преимуществ. Он прост, да, и, в принципе, прослушав несколько раз информацию о маркетинг-плане нашей компании, вы легко сможете его воспроизвести. Но только доносить его нужно тогда, когда человек вас попросил, опять же, да. Либо вы пригласили человека на мероприятие, касаемое именно маркетинг-плана, если его интересует тема получения дохода. Но, опять же, это надо выяснить. Потому что утверждение, что все бы хотели иметь больше денег, оно тоже неверное. Потому что есть люди, которые готовы что-то делать ради того, чтобы этих денег больше было. Есть огромное количество людей, которые хотели бы их больше иметь, скажем так, но делать ничего не хотят. И есть небольшое количество людей, которые вообще ничего не хотят слышать о деньгах и говорят, что деньги – это зло. И представляете, у вас в окружении вдруг появится такой человек, вы не знаете этих тонкостей его души, да, и говорите, слушай, давай с тобой денег зарабатываем. И он вам выдаст такую тираду по поводу денег, что вы сами подумаете, блин, нам нужны ли они вам вообще. Поэтому с людьми, прежде чем им что-то предложить, нужно просто поговорить и понять, чего вообще им в жизни хочется и хочется ли вообще что-нибудь. Потому что есть люди в нашей жизни, еще которые 3Т, знаете такие, да, вот некоторые там 4Т добавляют, то есть так-то, тапки, телевизор. Их сложно чем-нибудь заинтересовать. Но тем не менее, не предложить им, вы тоже не имеете права в итоге, потому что они могут вас спросить, хорошо, мы поговорили, там еще чего-то, ты мне что-то предлагаешь, и так далее, и так далее. А зачем мне это? Ну, оставьте их в покое. Но у вас совесть будет чиста, что вы сделали попытку предложить этим людям очень хорошую идею, очень хорошую возможность сделать их жизнь лучше. Может, немножко долгое вступление сегодня и так далее, но я думаю, оно важное, да. И если мы с вами начнем двигаться в таком ключе, что будем людям предлагать возможность решения вопросов, которые для них жизненно важны, бизнес будет двигаться веселее. Я не говорю о том, чтобы вы, скажем так, что-то скрывали, пытались быть какими-то там, я не знаю, криминалистами, да, то есть становиться психологами, искать точки надавливания, на которые можно надавить, там, человека разжалобить, либо что-то еще. Как знаете, в Буратино сказано, когда он чихает, он добреет, про Карабаса-Барабаса. То есть не это важно. Не нужно изучать НЛП для того, чтобы нормально общаться с человеком по-человечески. Не нужно становиться мастером гипноза, да, и заставлять людей делать то, чего они не хотят, а то, что хотите вы. То есть просто нужно быть нормальным человеком. Если для вас это хорошо, и вы несете информацию с чистой душой, как вы это делаете в большинстве случаев с теми вещами, либо, скажем так, направлениями, которые вам в жизни нравятся. Купили какую-то шмотку, она вам понравилась, вы не трещать будете, без умолку, да, и кто-то купит такую же. Сходили куда-то, вам понравился фильм, вам понравился кафе, вам понравился отдых в каком-то месте, там, я не знаю, в стране, в ресторане, где-то еще, вы об этом говорите, абсолютно не подразумевая, не держа в голове мысли, что кто-то может пойти воспользоваться этим, там оставить какое-то количество денег и так далее. Вы это говорите от души. Вот когда у вас будет состояние души именно такое, что вы точно так же будете рассказывать людям о возможности стать нашим партнером и заработать здесь денег, у вас будет гораздо проще все складываться и получаться. По крайней мере, вы заметите сами, вы будете реже сталкиваться с так называемыми глупыми вопросами, с недоверием и так далее, и так далее. И даже если человек за вами не пойдет, вы с ними будете как бы заканчивать встречу и так далее на дружеской ноте. Вы не станете врагами, как это зачастую происходит, когда мы пытаемся человеку втюхать то, что ему не надо. Почему не любят многие MLM бизнес? Потому что огромное количество MLM компаний имеют в своих маркетинг-планах обязательные условия, то есть ты должен что-то продавать, и если ты на какую-то сумму продал, тогда тебе заплатят комиссионные. У нас такого нет. Поэтому относиться к этому можно спокойно. Все, что вы наработаете, вам за это заплатят. У вас никто как бы не нагнет и не накажет, если вы чего-то недовыполнили и так далее. Потому что просто в маркетинг-плане отсутствует это условие. Поэтому сетевиков не любят порой за то, что те люди, которые работают в других компаниях, где им нужно что-то продать, они сначала предлагают возможность, потом человек не соглашается с что-то еще, потом купи у меня вот это, он говорит, не хочет купить, но купи хотя бы карандаш для подводки, блин, брови там и так далее, и так далее. Но купи. А нас не надо продавать. Если вы почитаете книги Рэнди Гейджа, посмотрите его видео в Ютюбе, касаемо нации, дубликации и так далее, он говорит следующую вещь. Сетевой маркетинг, MLM бизнес и партнерские программы это не продажи в чистом виде, как нам пытаются преподнести огромное количество гуру, работающих в этом бизнесе. Это передача другим людям возможности, скажем так, сделать их жизнь лучше, не занимаясь теми самыми продажами, о которых мы говорили. Итак, друзья, давайте сделаем следующим. Я сейчас включу вам маркетинг-план нашей компании, где пошагово, красиво, в простом ролике рассказывается о процентах, о тех возможностях, которые мы предлагаем людям. И если у вас появятся вопросы какие-то после ролика, я с удовольствием на них отвечу. Задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С четырех уровней. С первого 15%, со второго 4%, с третьего 2%, с четвертого 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С пяти уровней. С первого 15%, со второго 5%, с третьего 3%, с четвертого 2%, с пятого 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С шести уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 3%, с пятого 2%, с шестого 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С первого 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента, с десятого по двадцатый две десятых процента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента, с десятого по двадцатый – две десятых процента, с двадцать первого по двадцать четвертый – одну десятую процента. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. Закупленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с двадцатого пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат, до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса лидер в качестве поощрения. Итак, друзья, все достаточно просто. Как я говорил, основное преимущество нашей партнерской программы это простота. В ролике, может, не прозвучало еще два важных момента, о которых всегда говорим на наших презентациях на вебинарах. То, что партнерскую программу компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-планам мгновенных выплат. Единственное условие здесь это верификация. То есть, если ваш человек пришел новый сейчас, зарегистрированный, купил какой-либо из пакетов, тут же верифицировался, вы практически мгновенно будете получать те проценты, которые положены по маркетингу плану. И второй момент очень важный, что если вы выполняете следующую квалификацию по карьерной лестнице нашей компании, например, в понедельник, то в понедельник вы вырастаете до следующей квалификации, в тот же день. В большинстве компаний MLM бизнеса это происходит в лучшем случае по окончании недели. Более 90% компаний присваивают новые квалификации и выплачивают денежные вознаграждения по итогам работы месяца. То есть, вы можете выполнить квалификацию 5 числа, но вы будете получать вознаграждение по процентной раскладке в соответствии с предыдущей квалификацией. А есть еще огромное количество компаний в этих 90, в которых новые квалификации присваиваются не по итогам работы за один месяц, где-то за два, где-то за три, где-то за полгода. Вы должны выдержать товарооборот не менее чего-то, тогда вы вырастаете. Но стоит вам один раз в последующем хотя бы в одном месяце выполнить меньше, вы теряете квалификацию, теряете проценты и так далее. У нас всего этого нет. То есть, у вас есть возможность одностороннего поступательного роста в направлении высшей квалификации по маркетинг плану. Если вы этот бизнес делаете, скажем так, в формате 7-10 часов в неделю, как и говорит Рэнди Гейдж, то есть не нужно, скажем так, в него может быть залазить с самого начала с головой. Действительно, MLM бизнес это такая вещь, такая структура, в которой тоже нужно получить определенный объем знаний. Важно, что в отличие от большинства видов деятельности, которые мы с вами в повседневной жизни видим, как правило, какой-либо специальности нас учат в институте 5 лет, где-то 4 года, но может быть в техникуме 4 года мы получаем специальности и так далее, да, но тратим большое количество времени. Чтобы научиться делать те шаги, которые приводят к деньгам в MLM бизнесе и в нашей партнерской программе, на это может уйти там неделя-две у кого-то месяц, да, то есть в зависимости от того, сколько вы времени будете затрачивать на понимание основ этого бизнеса, вот, и это не займет даже и полгода и трех месяцев. Но при условии, что вы будете делать простые шаги и обучаться сами, помогать обучать тех людей, которых вы видите в своей структуре потенциальные и так далее, помогать вашим наставникам передать знания, которые есть у них в следующем поколении, потом уже вместе с ними, будучи наставником, передавать эти знания дальше. Вот так работает этот бизнес, вот, те люди, которые имеют отношение к музыке, да, они говорят, что он работает в ритме вальса. Есть у нас музыканты сейчас, которые находятся в комнате. Вот, кстати, наш руководитель компании, Евгений Кудряшов, музыкант по образованию, он лауреат конкурсов целого ряда, то есть он имеет очень хорошее высокое музыкальное образование. Его жена Евгения, которая у нас был корпоратив перед Новым годом и так далее, тоже музыкант. Вот, ритм вальса, все знают, кто-то может мне написать? Сколько там четвертей? Три четверти, когда я учил сольфеджио в свое время, обучаясь игре на музыкальном инструменте. Раз, два, три. Первое, мы изучаем сами, делаем сами простые саги. Второе, передаем свои знания и обучаем тех людей, которые пришли за нами. И третье, мы помогаем нашим партнерам научить их партнеров делать простые шаги. Вот, выполняя все эти три действия, мы в итоге обречены на успех. Хотя слово обречены, это некрасиво, но тем не менее, это именно так. Коллеги, какие есть вопросы ко мне сейчас, касаясь может быть ролика, может быть что-то непонятное. По поводу девятого этапа сразу хочу сказать, Артем, что я не тот человек, который определяет закрытие этапа и когда мы переходим на девятый этап. Но я знаю точно, что когда мы переходили с этапа на этап, информация была получена нашими партнерами минимум за две недели. Чаще за месяц до осуществления перехода. Соответственно, если это будет в месяце январь, то в худшем случае, как многие начинают суетиться, это будет конец месяца. Если, скажем так, пройдет неделя 10 дней и нам не доведет руководство, что мы переходим, соответственно, это будет не раньше февраля. У вас есть возможность предложить уникальную возможность стать инвестором в нашем проекте своим людям, которые вас окружают, родным, близким, друзьям, знакомым, еще по дисконту восьмого этапа. Потому что на девятом этапе, когда мы на него перейдем, цены на пакеты останутся теми же, а количество долей компании в пакетах снизится. Поэтому самая лучшая возможность, которая есть сегодня, точнее, когда нужно инвестировать в нашу компанию, это сегодня. Я смотрю, что вопросов у нас в комнате не появляется. Либо все понятно, либо вам надоела эта информация, либо какие-то проблемы с пальцами. Возможно, у вас холодно в квартире и пальцы не бегают по клавиатуре так быстро, как вы бы хотели. Обращаю ваше внимание на то, что у нас вебинары как бы восстанавливаются в том количестве, которое у нас было до того, они делаются на целом ряде языков. Есть вероятность, что вебинары по выходным дням проходить не будут, потому что все-таки людям надо отдыхать. Хотя к этому можно по-разному относиться. Мое мнение, да, то что, скажем так, достаточно присутствует на вебинарах в течение будних дней, а субботу и воскресенье, например, посвящать своей семье, своим родным и близким. Потому что многие люди делают ошибку. Три такта? Раз, два, три, если повторить. А в целом, это первое, это научиться самому делать простые шаги. Второе, обучить этим простым шагам тех людей, которых вы пригласили. То есть это люди вашего первого поколения. И третий шаг, это обучить людей вашего первого поколения передать эту информацию следующим. То есть вы делаете сами, вы помогаете тем, кому пригласили. Точнее, вы делаете сами, обучаете тех, кого пригласили, и помогаете им обучить следующих. Вот это три четверти. Это вальс. Любой. Духовой, там, я не знаю, какие у нас еще бывают. Симфонический оркестр играет, да, не только духовые инструменты, там, классические вальсы. Шопен красивый вальс писал. Вот, послушайте, если найдете в интернете. Я иногда слушаю, мне очень нравится. Штраус, помните, да? Та же летучая мышь и так далее. У него куча таких веселых вальсов. Вальс на шопках Манчжурии, Амурские волны, это, скажем так, начало 20 века, конец 19. Военные очень любили эти вальсы. Итак, коллеги, я вижу, вопросов нет. Завтра у нас в 17 часов по московскому времени презентация нашей компании. Вот, возможно, она будет в новом формате, если успеем переделать кое-что, да. Четверг в 18 уже, скажем так, высока вероятность, что она будет точно в новом формате. Вот, ну и пятница, пока днем, вебинар по партнерской программе. В ближайшее время может измениться время выхода в эфир. Ну, меня, по крайней мере. Вот. Дай бог это случится. Я думаю, всем будет интереснее и живее. А я на этом заканчиваю. До новых встреч в эфире. Спасибо вам за внимание. Здоровья, любви и денег вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok